Сегодня во всем мире отмечается день борьбы с меланомой. Это опасная злокачественная опухоль. И о том, как ее вовремя распознать и как, собственно, бороться, мы поговорим с главным врачом Челябинского областного онкодиспансера Андреем Важениным. Доброе утро, Андрей Владимирович. Доброе утро. Но расскажите, что это такое меланома. Начнем, наверное, с этого. Это действительно одна из самых опасных злокачественных опухолей человека. Быстро растущая, очень агрессивная. Но вместе с тем, которую достаточно просто диагностировать и заподозрить. Когда появляется пигментное образование, там, где его не было, начинает быстро расти, изменяет цвет, появляются корочки, кровоточивость. Это предмет для тревоги и беспокойства. И нужно обратиться тут же к врачу, собственно говоря, любой специальности, но лучше к драматологу или к онкологу. Вот обращать внимание на имеющиеся родинки. И при малейших изменениях бить, если хотите, не тревогу, то повышать свое внимание к этому образованию. Ну а как вообще меланому отличить от обычной родинки? Ну, знаете, это вообще не задача гражданина нашего, так и задача специалистов. Мы отличаем, во-первых, визуальный осмотр, во-вторых, это мазкие отпечатки, клинический опыт. Ну и подозрительные участки, они подлежат удалению в обязательном порядке. Ни в коем случае не нужно это делать самим, пользоваться народными средствами, там, ляписом, дегтем, еще очень много популярных, интересных вещей. А кто больше всего расположен к таким заболеваниям? Может быть, люди с каким-то особым типом кожи, допустим? Вы знаете, в известной степени мы с вами. Вот мы люди белой расы, да, живущие в достаточно высоких широтах, приближается лето, и мы страшно любим погреться на солнышке, не просто погреться, а так, чтобы, значит, вот до красноты, до багровости. Вот это все провоцирует именно развитие меланом. Вот поэтому мы все с вами подвержены этому риску, других-то особых причин назвать сложно, но неаккуратное обращение с солнцем и стремление поджариться, оно приводит часто к негативным результатам. А что вы можете сказать о соляриях? Они влияют на появление? Солярия – это еще более опасная вещь, особенно солярии неуместные, неуемные. Вот, и в плане меланома, поскольку излучение в солярии, оно более жесткое в плане ультрафиолета, чем солнечное излучение на самом жарком пляже, это штука опасная. Вот, и достаточно опасные солярии зимой. То есть наш организм, он живет ведь не только по суточным циклам, но и по годовым тоже. И когда весь окружающий мир говорит организму, что зима, холодно, света мало, солнце неопасное, количество меланинов кожи падает, и тут бабах, значит, ультрафиолетовый удар, защиты никакой нет, риски возрастают многократно. Кто, какой врач может распознать появление меланомы, и, может быть, стоит ходить заранее на осмотр, чтобы предотвратить появление этого заболевания? Значит, вот, понимаете, в плане заранее нужно соблюдать очень простые правила, то есть есть хорошая система профилактических осмотров в смотровых кабинетах. Не нужно этим пренебрегать. Это дает очень хороший эффект, и ранняя диагностика меланомы здесь достигает почти 100%, поскольку для того, чтобы заподозрить, не нужно никаких особых знаний. В принципе, нужно владеть каждый врач, имеющий врачебный диплом. Если меланому обнаружили, что происходит дальше? Вообще она излечимая? Значит, вы знаете, рак из локачественной опухоли – это одно из хронических заболеваний, достаточно поддающиеся неплохо правильному, грамотному лечению. Когда обнаружили меланомы, есть, по сути, два варианта развития событий. Пациент идет к онкологу, мы решаем, что делать. Как правило, это хирургическая операция того или иного объема, может быть, и большого объема. Иногда сопровождаясь удалением лимфатических узлов, на это тоже нужно идти. И в дальнейшем от находок от распространенности возможно иммунотерапия, химиотерапия, в каких случаях лучевая терапия, но в условиях профессионального онкологического лечебного учреждения. Возможно, второй путь, когда пациент идет, значит, куда-то к знатокам, к любителям чего-то такого жареного, то около диспансера у нашего, чьей-то доброволи из городской районной администрации, открыли лавку по торговле грибами, которые лечат от любых онкологических заболеваний. Туда тоже идут. Ну, вот хорошо бы найти людей, которые дали это разрешение. Ну, это другой уже разговор. Но это совсем другой путь, совсем другая судьба. Я не видел ни одного за свою 30-летнюю карьеру онколога, человека ни с одним злокачественным образованием, который был бы излечен чагой, мумием или целебными грибами. К сожалению, может, мне просто не повезло. А вот в вашей практике в Челябинске много ли было примеров излечения меланомы? Ну, вот именно профессиональные средства? Вы знаете, да. Вот, к сожалению, особенность нашей специальности в плане паблиситиса, это и то, что о наших неудачах, ну, наших пациентов знают все. Когда человек умирает, как нужно было лечить, что нужно было делать, куда ехать, что прикладывать. А случаи успеха, они остаются за кадром. То есть, естественно, я не могу называть фамилии даже намекательным людей, которые лечились. Люди, как правило, эти не рассказывают, не склонно рекламировать. Но особенности, конечно, менталитета такие. Но я вас уверяю, что рядом с нами, вокруг нас, среди известных людей, достаточное количество есть наших пациентов, которые принесли много лет назад, в том числе и меланому. Хорошо. Андрей Владимирович, что бы вы посоветовали нашим телезрителям? А совет очень простой. Не пренебрегайте правилами профилактики, то есть не увлекайтесь соляриями. Солнышко, вот, наконец, я все-таки верю, что появится у нас настоящее. Но не надо сразу стараться довести себя до волдырей. И обязательно, приходя в поликлинику, в больницу, проходите смотровые кабинеты, проходите профилактические осмотры при взгляде на себя любимого. Обращаю внимание, если что-то изменилось, появилась новая родинка, она изменила характер, цвет, кровоточивость. Ну, относитесь к себе с уважением и любовью. Это отольется. Любовь к организму должна быть взаимной. Ну что ж, большое спасибо за такую содержательную беседу. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Важенин. Будьте здоровы, дорогие друзья. А мы вернемся в студию через пару минут. Спасибо за внимание. И вот хочу сказать, что бытующая легенда о том, что родинка – это выход для внутренней болезни, не соответствует истине. Удаляя родинки, подозрительно меланомы, мы никакие чакры не закрываем. Обращайтесь, лечитесь, заботитесь о себе. Заботьтесь о себе. Продолжим.